Дорогие худолы, родственники и близкие, сегодня поминальный вечер первой годовщины нашего любимого и дорогого Тетя Розова. Для того, чтобы несколько слов вспомнить эту женщину, мне бы хотелось сегодня вспомнить, я это Швейшабон говорил, это ее покойную маму. Тетя Уголь Кудо, которая была символом матерей, силом вообще всех женщин, вот именно нашей средней армии. Для того, чтобы вспомнить Тетю Розу, я хотел бы вспомнить сегодня ее мужу, нашего дорогого дяди Илюши. Для того, чтобы вспомнить Тетю Розу, я бы хотел вспомнить нашу папу, это Абаша Мадонова. Это люди, которые в свое время внесли огромный вклад в соединение и формирование этой семьи. Я нашу Тетю Розу помню 1967 года, когда она замуж вышла за нашего дяди Илюши. История эта большая, история она трогательная, даже немножко комичная. Это семья Мадонтовых, как-то поборолась несколько минут. Рахмат Куна, тетя Ойхон. Тетя Ойхон, это властная женщина того периода, которая не хотела выдать свою племянницу замуж в город Катагурган. Рахмат Куна, дядя Нирьо Хавасова, который вместе с нашей папой ввелись, чтобы этот вопрос решился. Ну, вопрос решился, как тетя Роза сдать Илюши счастливую, плодотворную, красивую жизнь прожить. Сегодня наглядный пример, я считаю, вот мои двоюродные братья, двоюродные сестры. Так как семья Илюши Мататовой и Розы Мататовой формировались в стиле консерватизма, точно так же они формировали вот своих детей. Вы знаете, часто говорят, после того, как родители идут, уходят в мир иной, во время жизни, может быть, дети давали очень мало уважения, а после смерти на тысячи человек столы накрывают поминальные вечера, что только не делают. А эти братья сестры, у них достойное уважение было при жизни их родителей. Вот лично мой низкий потом к этим детям, я бы хотел бы, чтобы у вас на долгие годы хватало вот той энергии, силы, чтобы у нас вот так вот вы проводили поминальные вечера. Еще раз хочу сказать всем спасибо, что вы пришли и уважили. Дайте Бог мы все в Розу и Мерки Тома, правда, хазматкули. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.